Начинаем новый семестр, бодренько и весело. Так, сейчас у нас будет довольно большой блок про структуру данных на строках. Про строки, что это такое, что с ними делают, всякие смешные алгоритмы. Сегодня начнем с маленького курса по ликвидации безграмотности. Давайте разберем задачку, собственно, поиска под строки. У нас есть строка. Давайте это будет строка. Есть какая-то маленькая строка P. Мы хотим найти в S под строку, которая равна P. Вот есть строка S. Мы хотим здесь найти какой-то кусочек, который равен P. Так, давайте. Кто умеет решать задачу за линейное время? Есть такие? Хорошо. Давайте есть несколько простых методов. Успеем все разобрать методы? Не важно. Ладно. Посмотрим, что успеем, то успеем. Короче, есть несколько простых методов это решение. А метод номер один называется хэширование. Работает так. Давайте возьмем строчку S, переберем все его под строки такой же длины, как P. Возьмем вот такую строку, такую строку, такую строку, такую строку и так далее. И сравним хэш этой строки с хэшом строки P. Вот. Ну и дальше, если хэши равны, то, скорее всего, строки тоже равны. Дальше можно там для надежности сравнить их в тупую. Ну или можно сделать какой-нибудь большой хэш, чтобы уж поверить, что раз хэши совпали, то вряд ли строки случайно совпали, короче. Как быстро находить хэш под строки? Тут план такой. Надо сделать правильный хэш, чтобы было легко искать хэш под строки. Вот хэш будем считать такой. Мы возьмем хэш строки S в следующем разом. Разобьем на отдельные символы и посчитаем такой поленом. Возьмем S нулевое. Какой я хочу поленом. Я на убывающее хочу, да? На х в n-1 плюс S1 на х в n-2 плюс и так далее. Плюс S n-1 на х в нулевый. Все это по модулю M. Вот. Давайте в качестве хэша строки возьмем вот такой вот поленом. Такой хэш-нукс-то есть две полезных черты. Во-первых, можно более-менее оценивать, с какой вероятностью. Да, вот тут. Здесь M такое случайное простое. Давайте. Большое простое на самом деле. Бо-ле-шо-е простое. Ну, вот это поленом мы считаем, нет? Мы вычислим точки х, да, сейчас. В качестве х берем какое-то случайное число. Случайное число, вот там от нуля до M-1. Наверное, как-то тупо от нуля сделать. Давайте от одного посчитаем. Да, наверное, в нуле считать поленом немножко. Ну, пофиг на самом деле. Все вероятность, чтобы мы попали в нуль, будет не очень большое, поэтому не очень важно. Вот. Вот. И дальше, если у вас есть поленомы, то там более-менее понятно, как оценивать вероятность того, что они совпадут. Просто, если вы возьмете два поленома, они совпадут, если, собственно, их разность равна нулю по модуле M. Ну, она равна по модуле M. Ну, если вы попали случайно в корень поленома. Корней поленома понятно сколько, вероятность того, что вы в них попали, понятно сколько. Короче, там как-то хорошо оценивается вероятность поля. В отличие от других феш-функций каких-то эвристических, тут более-менее понятно, с какой вероятностью они совпадают. Так можно как-то... Что-то можно про это говорить. Вторая важная ее черта в том, что его можно считать для подстрок. Как мы быстро посчитаем хеш-функцию от подстроки? Мы возьмем строчку S и насчитаем хеш-функцию на всех ее префиксах. Не хватит здесь места. Давайте поместим нашу. Будем экономить доску. Давайте начинаем на такое значение PRIT. Это будет хеш-функция от строки S с нулевого символа до и минус первого. Мы взяли первые из символов строки и посчитали на них хеш-функцию. Как пересчитывать как пересчитывать такую штуку, если мы движемся по строке? Вот как пересчитывать PRI плюс первое через PRIT? Ну, более-менее понятно. Давайте идем PRI плюс первое. Это что такое будет? Ну, что это такое будет? Это будет вот такое же поленом, у него будут такие же коэффициенты, а вот эти степени PRI увеличатся на единичку все. Поэтому это будет просто вот старый поленом. Можно я не буду расписывать? Умноженный на X, потому что мы взяли старый поленом, все степени увеличили на единичку. И еще добавится вот сюда один член. Это будет плюс еще S и IT, правильно? Вот. К чему же мы можем пройти и за вот N посчитать все эти хеши? Ну, все, по модулю N я не буду писать больше, что модулю M, его надо везде писать. Вот. Теперь, если мы посчитали хеши для всех префиксов, как из них получить хеш для подстроки? Ну, очень просто. Нужно ввести один префикс и вычесть из него другой префикс. Смотрите, вот. Слуху еще раз. Вот пускай у нас есть какая-то подстрока, мы хотим посчитать ее хеш. Я опять слишком много времени тратишь, ладно. Главное, чтобы было понятно, правильно? Ну, что-нибудь не успеем в конце, как обычно, но ничего. Вот есть подстрока, мы хотим для нее посчитать ее хеш. Что такое хеш, ты по строке? Это вот такой вот убывающий поленом, с убывающими степенями, да? Вот какой-то вот такой поленом. Такую штуку мы хотим посчитать. Правильно? Как мы ее посчитаем? Мы возьмем хеш для вот такого здорового префикса, это будет вот такой здоровый поленом. А дальше вычтем из него вот этот вот поленом, умноженный на х в степени понятно какой. Как раз мы возьмем вот этот поленом, умножим его на х в нужной степени, получим вот эту фигню, вычтем ее из этой фигни, получим эту фигню. Меньше математики, больше картинок. Так, давайте тут напишу. Вот хеш строки с L до R-1 равен, соответственно, вот префиксу R-1 минус префикс L умножить на х в степени R-L. Ну и вот, префиксы у нас уже посчитаны, степени х тоже можно начитать заранее, чтобы не тратить время. Тогда мы можем хеш любой строки посчитать за вот единицы. Вот. Ну и все. Дальше, как это тупое, берем хеш нашей строки, сравниваем с хешами всех подстрок, нужной длины. Если хеши совпали, тогда можно либо проверить в тупую, либо забить, сказать, что, ну, наверное, равны. Вот. Вот. Это способ номер один. Немножко читерный, потому что вот он сравнивает какие-то рандомные числа, они иногда могут не совпасть, у нас какие-то случайные числа были, не знаю, точку. Немножко читерный, но в целом рабочий. На самом деле, вот, хеши это вообще полезная штука в народном хозяйстве. То есть, как бы, есть довольно много случаев, когда непонятно, что делать без хешей. То есть, как бы, какие-то строковые задачи, они без хешей нормально не решаются. Никакого метода лучше, чем вот взять, посчитать какие-то хеши, и там дальше что-то поколдовать с ними. Прикольно, когда бывают детерминированные алгоритмы, но, к сожалению, не всегда. Ну, и не только со сроками так бывает, так вообще часто в жизни бывает, что есть случайные алгоритмы, они работают лучше, чем детерминированные. Вот. Лирическое отступление. Так. Я все еще хотел сказать про хеши на сегодня. У меня сегодня экспресс-лекция по ликвидации безграмотности, поэтому это очень экспресс-лекция про хеширование на сроках. Так. Второй важный алгоритм. Это кто-то Борис Пратт. Так, а есть такие, кто не знает, что такое Борис Пратт, да? Все слышали про хеширование? А все могут написать? Нет, не все? Хорошо. Дай, дай, сейчас. Я расскажу. Я просто так. Просто мало ли. Вдруг все сидят и слушают то, что они слушали по 10 раз. Как Владик. Нет. Ничего. Повторение, мать языка. Ничего. Лишний раз послушаешь, хуже не будет, правильно? Что такое Борис Пратта? Это очень простая штука. Давайте определим следующую штуку. Префикс-функцию. Префикс-функция от строчки. Это следующая фигня. Это мы взяли строчку s. А это вот эти, дайте мне шоу. Дайте картинку лучше нарисую. Вот возьмем строчку s. Давайте найдем такую строку, которая является одновременно ее префиксом и суффиксом. То есть, какую-то вот строчку, которая вот здесь вот, и вот здесь вот одинаковая. Вот это, короче, вот такая максимальная строка x, неважно, что x это префикс s и суффикс s. Вот x и x не равны, не равны. Хотим найти самую длинную строку, кроме самого s, которая является и префиксом s, и суффиксом s. Давайте я опять же нарисую. Давайте префикс, давайте префикс функции строки какой-нибудь abba s abba сойдет. Какая будет строка? Abba. Вот строка abba является ее и префиксом, и суффиксом. Давайте еще какую-нибудь префикс функции строки abba какой-нибудь, давайте. Сойдет. Какая будет? Кто еще успевает следить? А? Нормально. Все успевали следить. Так, давайте еще какую-нибудь ждем какую-нибудь. Значит, какую-нибудь abba, наоборот. Какая будет строка у нее, префиксом и суффиксом? Пустая. Вот ни одной, ни пустой строки нет такой. А от пустой строки почему бы префикс функция? Непонятно чему. Нельзя делать пустую. Пустая будет равна s, а мы хотим не равна s. Вот у пустой строки нет ни одного собственного суффикса, поэтому она, короче, не определена. Вот так вот, короче. От пустой строки префикс функции не определена. Мы, правда, сейчас доопределим для удобства, но неважно. Вот. Дальше план такой. Смотрите. Что делать, когда отказать какую-то марш с прата? Он берет строку вот s и дальше считает массив p. Что-то неудобно. Нет, сейчас она перестала бежать наверху. Видите? Значит, отрегулировали. Шикольно. Мы насчитаем такой массив p, it, это будет префикс функции от суффикса длины, от префикса длины i. От нуля до i-1. То есть мы взяли начало строки s длины i, взяли первый с нуля до i-1. Взяли вот эти символы строки и нашли их префикс функции. Это будет такая вот сестра строчка, которая... Вот такая строчка, которая является и префиксом, и суффиксом. Вот такой массив хотим насчитать. Да? Хорошо. Как хранить этот массив? Смотрите. Вот хранить прямо строчки не хочется, потому что они большие. Как бы нам эти строчки по-простому закодировать, чтобы не хранить сами строчки? Нам достаточно найти их длину. Правильно? Вот префикс функции от префикса это префикс. Слишком три раза сказал префикс, но это не страшно, да? Если мы возьмем какой-то префикс строки s, от него посчитаем префикс функцию. Это будет какая-то строка, которая является его префиксом и суффиксом. Давайте возьмем префикс от префикса тоже будет префиксом. А любой префикс можно взять просто его длиной. Теперь вместо того, что хранить самоубликсом, もし мы можем хранить вот эту длину будем хранить. Этого нам будет достаточно. Примерчик разрисуем. Давайте какой-нибудь примерчик разрисуем. Давайте какая-нибудь будет строка какая-нибудь. Опять я буду с собой нарисунуть. ckim. Почему бы нет? Так, какая-то будет префикс функции? Давайте. Вот префикс длины 1. Какая у него длина префикс-функции? У строки A есть только пустой. А у AB тоже 0. Скучно. У AB есть префикс-сюффикс A, поэтому будет 1. ABC ничего не будет, 0. ABC это будет 1. А WhatsApp сколько будет? Нетривиально. 2. Видите, у нас есть строка AB, которая равна строке AB. Так, значит, будет целых 2. Здесь будет целых 3. Так, вы если не успеваете, тормозите меня, потому что я слишком много хочу рассказать сегодня, и у меня большие планы на вас. Если вы не успеваете, лучше протормозите, я помедленнее расскажу. Лучше рассказать медленнее, но понятнее. Нормально? Так вот, план наш такой. План взять строку S, построить по ней вот такой массив. Как это связано с поиском по строке, сейчас разберемся, на самом деле очень легко связано. Так. Алгоритм, смотрите. Возьмем строку. Будем строить массив P просто слева направо. Идем слева направо, строим массив P. Значит, пускай для всех меньших уже построен. Вот мы хотим построить P и T. То есть 0 и минус 1. Вот все P от 0 до I-1 уже построены. Мы строим P и T. Что такое P и T? Мы взяли вот префикс длины I, хотим найти такую строку, которая вот здесь вот равна вот этой. Хотим такую найти. Давайте посмотрим на последний символ. Вот на этот символ. Здесь какой-то символ X находится. Тогда вот наша синенькая строка – это какая-то штука, еще плюс X. Вот здесь должна быть такая же синенькая строка. Значит, здесь тоже должен быть какой-то X, а перед ним вот какие-то одинаковые символы. То есть должны быть какие-то вот одинаковые символы и потом X. Вот одинаковые символы X. И вот. Вот эта строка, которая без X, она является префиксом и суффиксом строки префикса длины I-1. Если мы отрежем I-1 символы, то это I-2. Вот эта вот штука, которая без X, дайте ее красненьким нарисую для большего. Зря я, что ли, два маркера взял в руки. Вот эта красненькая строка, она является префиксом и суффиксом префикса длины I-1. Давайте возьмем и переберем строки, которые являются префиксом и суффиксом строки длины I-1. Такой план. Давайте. Давайте еще раз нарисую просто. Давайте для простоты нарисую еще раз. Давайте подальше нарисую. Вот это I-1 символ, здесь какой-то X находится. Вот возьмем строку длины I-1. Давайте перебирать все строки, которые являются ее префиксами и суффиксами. Давай сначала найдем самую длинную такую строку. Как найти самую длинную строку, которая является и префиксом, и суффиксом префикса длины I-1? Успеваете за мной? Нормально? Как найти? Ты слушаешь пятый раз, это понятно с тобой. Еще раз, смотрите. Что мы делаем? Мы хотим для каждого префикса засчитать его префикс-функцию. Для каждого префикса мы найдем длину такой строки, которая является его префиксом и суффиксом. Мы идем, считаем массив слева направо. Вот когда мы дошли до сюда, мы вычисляем значение PIT. Вот все значения P от 0 до I-1 мы уже посчитали. Теперь, что мы хотим сделать? Мы хотим найти такую строку, которая является и префиксом, и суффиксом строки длины I-1. А потом приделать к ней x попробовать. Какой план? Как же нам теперь найти строку, которая является и префиксом, и суффиксом строки длины I-1? Как найти саму строку? Вот эту красненькую строку, знаете. Давайте посмотрим на PIT-1. Что такое PIT-1? Это будет самая длинная строка, которая является и префиксом, и суффиксом. Вот это строка PIT-1. Она является и префиксом, и суффиксом строки длины I-1. Правильно? Дальше давайте проверим, а не подойдет ли она случайно нам. Как она проверить? Она проверит, что вот здесь вот x. Если вот здесь действительно x, тогда можно радоваться. Вы получили вот эту строку, приделаем к ней x, получим префикс функцию для строки длины I. Ну, больше точно не получится, правильно? Потому что это красная самая длинная кабела. А такую мы нашли. Хорошо. Если здесь не x, если мы сюда ткнули, а здесь какой-то вообще говоря y. Значит, красненькая эта строка не подходит нам. Надо найти какую-то поменьше. Давайте с ней поменьше. Вот найдем строку поменьше, которая является и префиксом, и суффиксом. Как нам такую строку найти? Нет, по I-2? По данному строку, который является префиксом и суффиксом строки I-2. Это будет какая-то другая фигня. Это будет какая-то вот такая фигня. Вот она вот здесь заканчивается. Нам нужно, чтобы она заканчивалась вот здесь же, но была короче, чем эта. Ну и, на самом деле, ответ такой, понимаете. Вот наша новая строка, давайте посмотрим на ту строку, которая была на прошлом шагу, вот на эту, на P-1. Вот эта новая строка, которую мы ищем, она должна быть ее префиксом, а, с другой стороны, она должна быть ее суффиксом. Поэтому вот эта новая строка, это просто префикс-функция для вот этой строки. Поэтому эта строка, это просто P от P от I-1. Вот. Все. Давайте возьмем эту строку, проверим, не подойдет ли мы она случайно. Если она нам подходит, то есть вот здесь стоит X. Опять же, мы радуемся, потому что эта строка не подошла, а эта подошла. И эта самая длинная из тех, которые, короче, этой. Ну все. Дальше, если эта не подошла, тогда тоже берем следующую и так далее. Вот там берем эту штуку следующую. Это будет P от P от P от X. Минус 1. Вот. Проверим ее. Итак, короче, уменьшаем строку, пока не найдем строк, который можно проделать X. Вот. Код написать вам? Справитесь? Там не особо сложный код. Мы просто уберем эту строку, когда переходим к P от текущего значения, пока не найдем штук, который можно приписать X. Так, а может быть такое, что мы не найдем вообще строк, который можно приписать X? Может быть такое, что мы дошли до пустой строки, вот здесь в какой-то момент. А X все еще никуда нельзя приписать. Что это значит? Ну да, значит, префис-функция пустая просто. Вот мы перебрали. Значит, смотрите, мы вот здесь сделали предположение, что строка не пустая. Если строка не пустая, то у нее последний символ X. Тогда надо сделать X и какую-то строку вот здесь вот. Это все правильно, не работая строка пустая. Значит, мы дошли до пустой строки, все еще X не нашли, значит, строка была исходная пустая просто. Просто пишем, что P от I равно 0 и продолжаем. Да? Нормально? Разберем на примерчики или сойдет? Точно? Хуже будет? Давайте на примерчики разберем быстренько. Вот на этом же примерчике быстренько разберем на эти. У вас есть строчка. А, Б, А, С, А, Б, А. Скучная строка, да? Чего? Куда? И что будет? Чего? Почему интереснее? Давайте сюда еще B влепим. Так будет хоть один прыжок будет. Итак, что мы делаем? Мы начинаем с того, что... Начинаем с строки длины 1. Здесь ставим при функции 0. Скучно все пока. Дальше берем следующую строку. Пытаемся к этой строке, к предыдущей, приделать символ B. Не получается. У строки, у пустой строки после нее идет A. А надо, чтобы ушло B. Поэтому мы все попробовали, все попробовали, сорян. Значит, пустая строка. Здесь то же самое. Мы берем предыдущую проект функции. Это пустая строка. Пробуем к ней приделать символ A. У нас на уделение получается. Потому что вот здесь A и здесь A. Значит, проект функции будет 1. Продолжаем радоваться. Берем предыдущую, она 1. Пробуем к ней приделать C. Получаем AC. Вначале нифига не AC. Значит, это не подходит. Берем следующее. Надо взять префикс функции от этого. Это будет 0. А к 0 тоже C нельзя приделать. C попробовали приделать везде, не получилось. Значит, 0. Ну и так далее. Дальше к 0 приделываем A, получаем 1. К A пробуем приделать B. Видим, что получается. Еще раз. Вот на этом шаге. У нас есть префикс функции вот такая. Мы пытаемся вот этот символ к ней приделать. Для этого сравниваем эту символ с этим. Видим, что они равны. Префикс функции равна 2. Окей, здесь будет немножко интервейерно. Если мы берем предыдущую префикс функции, пытаемся к ней приделать B. Давайте я возьму эту. К ней приделать A. А получается, да? Скучно, да. У нас получается к ней приделать A. Получаем строку AB. Окей. Теперь мы к этой штуке пытаемся к длине 3 приделать B. У нас не получается, потому что здесь не B, а C стоит. Значит, тройка не подходит, нужно взять следующее. Как найти следующую строку, которая является префиксом и субфиксом? Мы взять строку длины 3 и взять ее префикс функцию. Поэтому следующая строка будет длины 1. Попробуем к ней приделать B. У нас получается приделать B. Значит, следующая префикс функция будет длины 2. Здесь будет 2. Какой алгоритм? Вот. Очень экспресс объяснение, но ничего. За какое время все это работает? Треться работать за линейное время все. Но это более-менее понятно. Ладно, мы и хуже времена рассматривали с вами. Короче, вот здесь самое долгое – это вот этот прыжок по префикс функциям. Каждый такой прыжок, он уменьшает вот это значение. То есть мы, вот эту строку мы как бы расширяем только на один раз каждый раз. А вот эти прыжки, они все уменьшают длину строки, которую мы изучаем. Поэтому мы ее расширяем не больше, чем n, а значит мы ее сужаем не больше, чем n раз. Можно считать, что у нас есть потенциал такой. Можно считать, что длина строки вот PIT – это потенциал. Мы с вами уже много потенциалом учились в том семестре. Ну тогда вот мы расширяем, когда мы расширяем строку, мы потенциал увеличим на единичку, а когда мы прыгаем, мы всегда тратим потенциал, поэтому прыжки все бесплатные. Можно так про это думать. Все, вот у меня есть какой-то проспорация, друг человека. Хотим z-функцию еще? Может нафиг z-функцию? У тебя есть задача на z-функцию? Точно хотим? Наверное, есть. Как Россия не успеет тогда. Я тоже думаю, надо все… Дайте раскрую карася, а дальше, если время остается, раскрую. А, да, я сказал, как это все связано с поиском под строк. Давайте я вернусь, откатимся назад и отвлекся. Да, мы научились считать префикс-функцию, а задача была найти под строку. На самом деле, на самом деле очень легко все связано. Я здесь в уголочке нарисую. Если вы вдруг научились считать префикс-функцию, дальше уже все легко. Мы берем… Вот нужно найти строку p в строке s. Давайте вот возьмем строку p и через какой-нибудь диезик приделаем к ней строку s. А теперь от такой большой строки посчитаем префикс-функцию. Ну и, естественно, вот если в каком-то месте вот здесь вот встречается строка p, то есть какая-то фигня равна вот такой строке, то вот у такого префикса она будет случайно префикс-функции. Если мы вдруг… Короче, мы строим такую большую строку, считаем эту префикс-функцию. Если она в какой-то момент равна длине строки p, то значит мы встретили вот здесь вот еще одну строку p. Все очень просто. Ну ладно. Вот. Теперь, собственно, давайте к основному перейдем. К развлечению нашего сегодняшнему. И это алгейт Махо Караси. И это друг человека вообще. А, смотрите. Задача, которую мы будем решать, такая. Давайте я тупуюку здесь еще придумаю. Там просто можно сделать разные вариации, но суть примерно такая. У нас есть строка… Как она? S называлась? Давайте пускай будет S. Вот есть у нас строка S. Есть много маленьких строк. П-шек. Есть строка p1, строка p2, строка p3. И мы хотим в строке S найти все эти подстроки. Дальше сложный вопрос, что именно мы хотим сделать? Что-нибудь найти все подстроки, а что с ними делать-то? Ну, тут по ситуации, короче, будем действовать. Давайте сначала решим какую-нибудь задачу простую. Давайте какую-нибудь такую задачу решим. Давайте вот до нас строка S. Нужно найти какую-нибудь из этих строк в строке S, если она есть. Давайте в таком простом варианте решим. А дальше будем уже наворачивать на вороты по мере требований. Вот. Как такую задачу решать? Смотрите. Первое, что мы сделаем, это преобразуем наше множество строк. Хранить множество строк как множество строк – не комильфо. Мы сейчас возьмем и множество строк сделаем дерево. Смотрите. Вот пускай есть какие-то строки. Давайте кинуть. Какие, чтобы было интересно. Не знаю. Ладно, давайте сделаем какие-нибудь, да мы дальше разберемся. Давайте какую-нибудь ААББ. АББА. И какой-нибудь ББАА. Сойдет? Я думаю, сойдет. Давайте еще какую-нибудь четвертую еще сделаем. Давайте какую-нибудь разной длины, чтобы они были. Давайте какую-нибудь БАБ просто. Ну, сойдет. То есть такие четыре строки. Первое, что мы сделаем с этими строками, мы построим из них дерево. Дерево строится следующим образом. Вот корень дерева – это пустая строка. А дальше мы от него откладываем вот эти вот строки, просто как листья пути вниз по дереву. То есть мы хотим отложить путь ААББ. Вот мы берем, делаем вниз путь, пишем на нем ААББ. Очень просто. Пишем АА, дайте направо будет Б. Б-шки будут направо, А-шки будут налево. Построили строку ААББ. Вот вверху нам пометили, что в ней есть строка. Вот в этом месте заканчивается строка ААББ. Так и напишу. Видите, как кажется там. Давайте вторую возьмем. Вот АББА. Вот мы идем по… Переход по А уже есть, поэтому его портить не будем. А здесь сделаем новый переход. АБ, давайте сделаем БА. Вот здесь заканчивается строка АББА. Давайте тоже пометим ее. И все, продолжаем. ББАА. Вот уже идем от корня. Вот мы хотим перейти по символу Б, а перехода по символу Б еще нет. Вот, давайте его нарисуем. Поправее нарисуем. Что там ББАА? ББ, нормально. АА. ААББА. ААББАНИШЬ. Почему они не сортированы? Плохо. Сортировать строки всегда перед тем, как пихать их в БОР, так удобнее. Компьютер – это пофигу, а на доске лучше сначала сортировать строки, прежде чем пихать их в БОР. Б, АА. Ладно, вот здесь будет она. Немножко в середину впихнем. Вот, эта штука называется БОР. БОР – друг человека. 23Е по-английски. БОР – это способ из множества строк сделать дерево. Дерево – это гораздо приятнее, чем множество строк обычно. Потому что с деревом, вообще, в том семестре очень много чего висело, что эти вещи сделали с деревом. Да, вот у нас есть куча алгоритмов, которые работают на деревьях. Вот, если у вас есть задачи, в которых есть множество строк, можно подумать, а если я из них сделаю дерево, может, получается, какая-то прикольная задача на дереве? Я же такой большой любитель деревьев, я столько всего про них знаю. Вот, можно взять, применить какие-то алгоритмы сюда и получить что-то хорошее. Возможно. Вот. Так вот, первый пункт нашей программы – это, собственно, взять строки и сделать из них БОР. Но это, к сожалению, еще не все. К нам построим БОР. Он нам еще пока что не очень помогает искать про строки в таком виде. Что нам… Дайте, я поторможу, я не буду торопиться никуда. Что нам помогает делать БОР уже в таком виде? Который в таком виде может, например, искать строку в БОРе. Если нам дали строку… Строку. Да, строку, нормально. Все время ударение в этом слове меня всегда пугает. Строку, я считаю, да. Нормально. Если вам дали строку, надо проверить, есть она в вашем БОРе или нет. Вот как это сделать? Вот вам дали какую-нибудь строку в какую-нибудь… Здесь сказал строку. Сам с собой не определите какую-нибудь… Какую-нибудь БААБ. Спросили, есть она в твоем БОРе или нет. Как это проверить? Ну, куда идти, да. Да, просто берем и с корнем проверяем по этим символам. Мы стоим в корне вот здесь вот, думаем, ага, первый символ должен быть Б, значит, она где-то здесь. А второй символ должен быть А, значит, она где-то здесь. А дальше это был символ А, офига, нет перехода. Вот нет перехода, значит, нет строки. Все очень легко. Короче, БОР очень легко пока что умеет проверять, есть в нем строка или нет. А вот если в нем какая-то подстрока, это уже какой-то более сложный термин. Окей. Давайте еще немножко покурим, так сказать, наш БОР. Что в нем еще интересного есть? Вот смотрите, вот чему соответствуют вершины БОР, как вы думаете? Вот эти вершины соответствуют просто строкам, это понятно. А вот какие-то промежуточные вершины, что такое? Какие-то префиксы этих строк, да? Каждая вершина БОРа – это какой-то префикс какой-то строки. Давайте их красненькие нарисую. Это вот префикс А прекрасный, это префикс АА, это префикс ААБ, это пустой префикс, это префикс АБ. Каждая вершина БОРа соответствует какому-то префиксу какой-то строки. На этом, так сказать, рассмотрение бора более-менее можно закончить. Есть бор, это такое дерево, в нем каждая вершина до префикса строки, все префиксы лежат в этом боре. В нем есть какие-то финальные вершинки, давайте терминальные по-научному, в которых заканчиваются строки, которые мы клали в бор. Вот, круг человека. Если вы любите автоматы конечные, то можно думать, что бор такой автомат. Довольно тупого вида, потому что в нем, как бы, он только... Автоматы древесного типа — это довольно тупая структура, но в целом можно так про это думать. Можно и про КМП думать, как про автомат в целом, если вы особо любитель автоматов. Но я не особо любитель автоматов. Так. Все. Давайте это уберу, чтобы не мешало. Теперь. Как мы с помощью бора будем искать подстроки? А-а-а. Не так-то просто, на самом деле. План такой. Вот возьмем строку S. Хотел строку в этот раз. Я не могу определиться с правильным ударением в этом слове. Оба ударения кажутся неизнаково убогими. Не знаю, какой правильный. Ладно. Надо загуглить. Срочку? Срочку нормально. Тут понятно, где ударение. Так. Возьмем, значит, строчку S. Нормально. Так. И пойдем по ней слева направо. Вот пускай мы обработали какой-то уже предекс. Вот эти символы мы уже обработали пускай. То есть мы их обработали, чтобы мы их прошли и ничего из множества P не нашли. Вот до сюда уже дошли и ничего хорошего не нашли. Грустно пока. Давайте. Вот что нам нужно, вот как, что нам нужно знать по этот префикс, чтобы искать строчки P и T дальше. Сложно сказал, да? Значит, смотрите, у нас были строчки вот эти P и T. Мы их искали в строке S. А вот мы уже проверили, что вот в этом префиксе, давайте с нулевого по E-1, что вот здесь никаких P и T нет. Вот таких P и T точно нет. Мы уже проверили. Хорошо. Дальше, смотрите, если есть P и T где-то вот здесь, то для того, чтобы его найти, нам этот префикс нафиг не нужен. Правильно? А вот что нам нужно от этого префикса, чтобы искать P и T в правой половине? Так, сложно говорю, да? Давайте, дайте я примерчик развесу. Давайте, пускай, например, так. Главное, случайно, не выбрать какой-то из этих строк. Знаете, чтобы B, A, B не был, да? У госпитя, и A, A, B, B тоже злое, да? Батюшки, а как вообще найти нормальное? То есть мне две B-шки вообще нельзя подряд. Батюшки. А можно сделать строку, которая длинную, которая не подходит? Какой-то дурацкий набор. А давай разрешим, да. Это проще, да. Так действительно проще. Давай какую-нибудь возьмем тогда. А, B, A, A. Нет еще? Здесь уже сложнее. Я еще держусь, смотрите, можно еще B впихнуть сюда. А, нет, можно третью A-шку. Я могу много A-шек впихнуть. Можно третью A-шку впихнуть. И вот сюда даже B-шку можно, да? Пока не испортил. А, можно делать A, 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 B нормально, да? Да, нормально, можно еще долго жить. Ладно, короче, мы дошли вот до сюда. Правда, что я еще ничего не испортил? Вот мы прочитали эти символы, ни одной плохой строки не нашли. Хорошо? Утверждается следующее. Для того, чтобы дальше искать плохие строки, нам все эти символы нафиг не нужны. Нам нужны только некоторые. Давайте поймем, какие из этих символов нам нужны, а какие уже можно выкинуть. Давайте посмотрим на самый левый символ. Вот этот символ может нам пригодиться в общем-то на родном хозяйстве, для того, чтобы искать дальше строки поитания? Ну, явно ж нет. Давайте я вот лишнее уберу. Вот эти символы точно нафиг не нужны. Они просто не могут быть в никаких строках. Вот эти, они просто по длине не хватит их, правильно? Так, ладно. Из этих символов, какие есть какие-то ненужные, которые точно не пригодятся? Смотрите, вот еще раз. Я не знаю, что справа еще пока что. Вот эти ашки, эти обе ашки нафиг не нужны. Потому что не может на них начинаться хорошая строка. Эти ашки тоже нафиг можно выкинуть. У меня нет ни одной строки, которая начинается на АААБА, и нет строки, которая начинается на АБА. Поэтому вот эти символы тоже нафиг не нужны. А какие символы нужны? Нужны символы, на которые может начинаться какая-то строка поитая. Вот эти символы, эти символы полезные. Они полезные, потому что они могут быть началом какого-то поитого. Эти символы, это на самом деле префикс какого-то поитого. Правильно? Вот. Итого, смотрите, наше текущее состояние очень простое. Оно описывается следующими параметрами. Оно описывается, сколько мы уже букв прочитали, и какой префикс поитого находится вот здесь. Вот важные символы, это префикс поитого. Но префикс поитого очень легко описать, если у нас построен бор. Правильно? Мы же помним, что как раз у нас в боре лежит префикс поитого. Поэтому префикс поитого – это просто вершина бора. Вот эти вот B, A – это, например, вот эта вершина бора. Поэтому просто наше текущее состояние описывается просто вершиной бора. Почему? Вот это поитая? Нет, какой-то. Нет, вот префикс, ну что, какой-то поитого. Да, если есть несколько префиксов. Вот есть, вот я дошел до сюда, вот я прочитал уже какие-то символы, да, и у меня есть несколько разных префиксов, которые могут быть в конце. Вот такая строка является префиксом поитого, вот такая строка является префиксом поитого, еще какая-то. Какую из них надо помнить? Не хочется помнить их все. Достаточно помнить одну. Достаточно помнить самую длинную. Возьмем самый длинный префикс вот этот, будем помнить только его. Этой информации нам хватит. Хорошо? Итого, вот мы прочитали какие-то символы, будем помнить самый длинный префикс поитого, который вот является нашим текущим суффиксом. Это будет наше состояние, это просто вершина бора. Теперь надо учиться делать переход. Смотрите. Вот мы стояли в таком состоянии, и нам пришел какой-то новый символ. Если здесь пришел нам символ внезапно B, как нам по бору понять, куда бы нам перейти дальше? Ну, понятно. Нужно взять символ B и по нему перейти. Вот. Мы отсюда, если пойдем по символу B, мы перейдем вот сюда. Вот. В тот момент, когда мы перейдем сюда, мы очень порадуемся, потому что мы нашли строку B, A, B, она есть в нашем боре, значит, мы ее нашли. Вот. Все было хорошо. Еще раз. Если есть, если мы добавляем какой-то символ, и у нас есть переход вниз по этому символу, мы просто переходим, оказываемся вот здесь, и это наше новое состояние. Если мы пришли в терминальное, значит, мы нашли строку. Хорошо. Так. А теперь что происходит, если мы... добавляем символ, а перехода такого у нас нет. Надо сделать примерно то же самое, как в прошлый раз. Смотрите. Что нам нужно сделать? Давайте здесь с бачку нарисуем. Смотрите, дайте здесь. Нарисую общую схему. Так, вот было... Вот первый из символов мы прочитали. Вот это был 0, это был i. Да. И наше состояние было вот какое-то такое. Вот это наше текущее состояние. Вот такая строка. Мы теперь прочитали какой-то символ x вот здесь вот. И у нас нет перехода вниз по символу x. Что это значит? Это значит, нам нужно найти какую-то... Вот такую штуку нужно найти. Значит, нам нужно вот от нашего текущего состояния найти такой его суффикс. Такой, что этот суффикс плюс символ x тоже является префиксом какого-то пейтова. Сложно? Да, я тебе обозначу. Альфа — это будет бета. Давайте я нарисую словами. В смысле, напишу словами. Нарисую картинкой. Вот. Что я хочу-хочу найти? Я хочу найти такую максимальную бету, что бета — это суффикс альфа. Да? И бета x является префиксом... Ну, короче, есть в Боре, короче. Префикс какого-то пейтова. Так, все понимают картинку, да? Несложная картинка. Вот. Ну, сейчас мы сделаем примерно то же самое, что вы делали в КМП. Мы для каждой строчки, которая есть в Боре, найдем ее максимальный суффикс, который есть в Боре. Эта хрень называется суффиксная ссылка. Я еще напишу. Вот суффиксная ссылка. Тут, чтобы запутаться, там называется префиксом, где-то суффиксная ссылка. Никто не знает, так сказать, кто придумал такие термины, но вот на самом деле это одно и то же. Там она называется префикс, здесь снимается суффиксная ссылка. Так исторически сложилось. А это следующая фигня. Вот, давайте им пишу suf link какой-нибудь. Давайте будет слинг просто. Сойдет. А от х это максимальный суффикс х, который есть в Боре. Давайте, например, построим здесь суффиксную ссылку быстренько. Построим быстренько суффиксную ссылку для какого-нибудь... Давайте, по-моему, вот от БА куда идет суффиксная ссылка? Какие суффиксы есть? Вот отсюда. Вот этой вершине соответствует строка БА. Какие у нее есть суффиксы? Есть суффикс А. Есть ли суффикс А в нашем Боре? Есть. Вот он. Давайте в него проведем. отсюда. Суффиксная ссылка идет вот сюда. Давайте еще какую-нибудь возьмем. Какой-нибудь вот ААБ. У него есть суффикс АВ, который... Вот он. Значит, отсюда суффиксная ссылка идет вот сюда. Так, а есть чем-нибудь поинтереснее? А поинтереснее, товарищи, ничего нет. ББАА. Хорошо, давайте. Возьмем ББАА вот отсюда. У него есть суффиксы БАА. Есть ли у нас в Боре БАА? Нет у нас в Боре БАА. Значит, надо здесь чего покороче. У него есть суффикс АА, который вот здесь. Давайте вот отсюда поставим ссылку вон туда. Все, такой план. Окей. Давайте предположим, что мы построили суффикс на ссылке. Предположим, что мы для каждой вершины нашли вот ту вершину, которая максимальный суффикс. Как мы их правильно будем строить, сейчас еще разберемся. Не очень сложно. Вот. Вот если мы их построили, то как нам теперь вот найти строку БЭТа? Да. Знаете, возьмем строчку АЛЬФА. Давайте от нее... Давайте искать ее максимальный суффикс, которому можно приписать Х. Как мы это будем делать? Давайте возьмем самый максимальный суффикс, который вообще есть в Боре. Возьмем... Это просто суффиксная ссылка от А. Вот это вот линк от АЛЬФА. Посмотрим, можно ли к такой строчке приписать Х. Как это сделать? Нужно просто взять ту вершину, посмотреть, есть ли у нее переход по Х вниз. Если есть переход, тогда радуемся. Это самая большая строка, которая является нашим суффиксом, который можно приписать Х. Если нету, тогда берем от нее суффиксную ссылку. Это будет еще вот следующая. Ну и так спускаемся, пока не найдем строчку, к которой можно приписать Х. Вот нашли строчку, к которой можно приписать Х. Х, тогда вот это будет наше новое состояние. То есть, знаете, в терминах Бора это разрисую. Значит, в терминах Бора это работает примерно так. У нас вот была вершинка АЛЬФА. Из нее не было... Не было перехода вниз по Х. Вот тут не было. Если был, то делается то же самое, просто ноль переходов. Мы берем, поднимаемся вверх по суффиксным ссылкам. Каждый раз проверяем, есть ли переход по символу Х. Вот если нет перехода по символу Х. Давайте вот здесь тоже нет перехода. Здесь нет перехода, здесь нет перехода. Поднимаемся, пока не найдем первую вершину, с которой есть переход. Вот отсюда есть переход по символу Х. Все, тогда мы переходим по символу Х. Вот это будет наше новое состояние. Вот мы были здесь, а теперь стоим здесь. Давайте здесь нарисуем. Здесь что происходит. Мы были в состоянии БА, пытаемся перейти по символу А. Здесь нет перехода по символу А. Переходим по суффиксной ссылке. Здесь есть переход по символу А. Значит, мы оставим все вот здесь. Теперь вот это будет наше новое состояние АА. АА – это наше новое состояние. Все то же самое, как КМП, на самом деле, только на боре. Надо взять всю ту фигню и переделать ее на дерево сюда. Почему это быстро работает? Знаете, что такой проход работает за линейное время? Ну да. Ну, понимаете, понимаете. Можно так. Можно еще потенциал, это вот глубина в дереве. Ну, и там, длина текущей строки. Тогда вот эти все прыжки, прыжки по суффиксным ссылкам, они уменьшают нашу глубину. Мы всегда прыгаем в вершину, которая находится выше в дереве. Поэтому эти прыжки, они бесплатные, а все остальное линейное. Ну вот. Норм. Осталось делать за малым. Осталось построить суффкин-суффкин. Тут, на самом деле, есть две школы. Какая вам больше нравится? Давайте я на школу… Дайте я классическую школу. Две школы, как строятся фиксер-ссылки. Первая школа – построить с этого сразу уже автомат, потому что, скорее всего, все равно придется строить автомат. То есть строить… Давайте просто для каждой вершины по каждому символу поймем, куда мы перейдем по этому символу из этого состояния. Потому что для каждого состояния… Для каждой вершины Бора и для всех символов, которые бывают, определим, куда мы перейдем по этому символу, если мы были в этом состоянии. Просто вот такой массив двумерно считать. Это вот первая классика. А вторая школа – это просто построить суффкин-ссылки без того массива. Я больше пишу по второй школе. Ну, по ситуации, на самом деле. Ситуации бывают разные в жизни. Ого. Значит, как строить суффкин-ссылки? Возьмем вершину. Возьмем какую-то вершину. Мы хотим из нее пойти по суффки… Вот, найти из нее, куда идет суффкин-ссылка. Давайте рисую тоже. Почему x, а не альфа? x-table-символ, да? Альфа, давайте. Знаете, какая-то строка альфа, да? Мы хотим из нее пойти по суффки… Хотим найти, куда из нее идет суффкин-ссылка. Хотим найти самый большой ее… Давайте синеньким нарисую. Хотим найти самый большой ее суффикс, который есть в Боре. Давайте делаем, как в прошлый раз. Если он не пустой, давайте отрежем последний символ. Вот последний символ был какой-то. Здесь какой-то был символ x. И здесь тоже какой-то символ x. Давайте его отрежем. Что у нас получится вот здесь? Если мы от альфа отрежем последний символ. В серверах дерева. Ну вот, если на дереве я хочу… Что это за вершина в дереве? Просто наш родитель в дереве. Вот посмотрим на шаритель в дереве. Здесь это символ x. Вот здесь какая-то вершина альфа без икса. Назовем я бета или… Слишком страшно. Давай назовем больше букв. Давайте вот… Вот эта вершина без икса – это будет бета. А это не то же самое. Так. Это будет бета. Хорошо. Теперь что мы хотим найти? Мы хотим найти… Хотим найти суффикс альфы, который есть в Боре. С чего состоит суффикс альфы? Он состоит из какого-то суффикса беты и еще x. Давайте переберем все суффиксы беты, которые есть в Боре и поищем тот, который можно проделать x. Как мы это делаем? Точно так же, как в прошлый раз. Берем бету, перебираем ее суффиксы. Перебираем из нее… Идем из нее по суффиксным ссылкам. Вот. Давайте найдем самый первый суффикс, которому можно проделать x. Здесь можно проделать x. Вот. Мы получим самый длинный суффикс беты, которому можно проделать x. Это как раз то, что надо. Наш суффикс – это какой-то суффикс беты с пределным x. Причем самый длинный нужен. Вот. Просто берем и вон туда ставим суффиксную ссылку. Все, это весь алгоритм. Все. Как мы строим суффиксную ссылку? Мы берем родителя, смотрим, какой символ мы перешли. Вот родитель бета, от него перешли по символу x. Дальше идем по суффиксным ссылкам от родителя, пока не найдем переход по x. Нашли переход по x, ставим вот туда суффиксную ссылку. Так, а когда все пойдет не так? Что получится, если мы не найдем переход по x ни разу? Как просто закончится? Простойно закончится, что мы дошли до корня, и в корне все еще нет перехода по x. Вот мы хотим от корня пойти по суффиксной ссылке, получаем null pointer, радуемся. Говорим, что значит... А куда везет суффиксная ссылка тогда? В корень, да. Самый большой наш суффикс, который есть в боре, это пустая строка. Это, конечно, в корень напустите. Хорошо. Так, следующий... Два интервью элемента как... Первый интервью элемент. Вот, смотрите, я строю суффиксные ссылки и использую суффиксные ссылки. Да, вот я... Я говорю, что я построю суффиксную ссылку, используя вот эти вот суффиксные ссылки. Для этого надо, чтобы вот эти были построены раньше, чем моя. Как мне этого добиться? Да. Можно просто строить сверху вниз BFS. Есть особые ценности, которые делают ленивые рекурсии, но я таких просто ненавижу. Мне кажется, так нельзя писать, нормальные люди так никогда не пишут. Вот. BFS друг человека. BFS простой, надежный, и понятно, что там писано. Вот этих вот... Может быть ленивые рекурсии. Ну, мы же знаем, что он будет ацикличный граф, поэтому может быть ленивые рекурсии. В смысле, ты берешь, используешь суффиксную ссылку, если она еще не посчитана, то считаешь. Вот в тот момент, когда она тебе нужна, ты ее считаешь. Знаю, у тебя все считается в какие-то случайные моменты времени. Там как-то... У тебя был алгоритм работы, а вот раз он решил посчитать какие-то суффиксные ссылки внезапно, посередине алгоритма. Можно, ты их записал, ты их посчитал, вывел, продебагиваешься, все работает, ты рады, жаришь в жизни. Может быть, и что? Ты и так уже построил все это дерево. Что бы часов не ссылки не построить? Я не знаю, причем. Я люблю простые действия на алгоритмах. Я не люблю, когда какие-то сложные, какие-то отложенные операции происходят, без надобности особи. Так, ладно, это я просто истепь на самом деле. Давайте быстренько на этом дереве проиллюстрируем. Так, вот у нас, соответственно, есть вершинка А, из нее будет суффиксная ссылка сюда, из нее будет суффиксная ссылка сюда. Дальше берем вершинки на втором уровне. Вот из этой вершинки. Как построить суффиксную ссылку? Нужно взять родителя, от него перейти по суффиксной ссылке, а от него по тому же символу. Мы переходим сюда, отсюда сюда, а здесь по символу А. Оказываемся вот здесь. Здесь то же самое. Берем к родителю, от него переходим по суффиксной ссылке, а здесь по символу Б. Вон туда. Отсюда сюда, отсюда сюда. Здесь пока скучно все. Так, давайте вот отсюда. Нужно перейти к родителю, от него по суффиксной ссылке, а здесь по символу Б. Будет сюда. Здесь то же самое. К родителю по суффиксной ссылке по символу Б. Пойдем вон туда. Здесь тоже к родителю по суффиксной ссылке и по символу Б. Скучно что-то. Здесь к родителю по суффиксной ссылке и по символу А. Слишком разнообразные строки нарисовал. Так, здесь отсюда, сюда и по B. Скука-то. Здесь отсюда, сюда и по B. Как я так сделал? Так, ладно, и в конце будет несколько переходов, да. Вот отсюда будет сюда по суффикной ссылке. Перехода по A все еще нет. Еще идем дальше. Переход по A наконец-то есть. Вот отсюда ставим ссылку. Вот. Борт со суффикной ссылкой. Выглядит страшненько, но на самом деле все понятно. Так, за сколько время все это работает? Утверждается, это опять же работает за какое-то понятное линейное время. Тут немножко сложно. Если так писать, линейное время будет не от размера бора, а от суммарной длины строк. Это все работает за O большое, от суммы всех длин по A. Ну, почему это правда? Ну, потому что вот если мы возьмем вдоль какой-то строки, просуммируем все время, которое мы строили с суффикной ссылки, вот все это время, оно просуммируется в длину этой строки. Ну, по тому же, там потенциал, это длина, префикс строки-функции, там оно, если мы прыгаем, то она уменьшается, ко-ко-ко-ко, там, короче, все, все как обычно. Вот. Преходить можно на другую строку, да. Просто если мы, вот давай посчитаем, посчитаем, сколько времени мы потратили, чтобы построить суффиксные ссылки для всех вершин на пути вдоль какой-то строки. Вот. Это время, которое мы потратили суммарно для всех этих вершин, оно пропорционально вот длине этого пути. Вообще, если мы возьмем любой путь от корня и просуммируем время, которое мы потратили на все суффиксные ссылки, оно будет линейным от длины пути. Ну, потому же, потому что каждый раз. Потому что этот переход каждый раз от родителя к сыну, мы вот сколько-то раз прыгаем по суффиксным ссылкам, при этом у нас всегда уменьшается длина строки. Скажем, что потенциал – это длина строки, на которую указывает суффиксная ссылка. Тогда вот эти прыжки вверх по суффиксной ссылке, они уменьшают потенциал. Точно так же. А дальше мы просто просуммируем по всем таким путям, получим больше равно, чем временно на все построение. Вот, собственно, первая школа, которая еще строит автомат, она, собственно, немножко всех считает лузерами тоже, потому что она строит от более-менее от размера дерева. А как связан вообще размер дерева с суммой длины строка, если что? Есть какие-нибудь ощущения? А может быть сильно больше? Может быть размер дерева сильно меньше, чем суммарно для всех строк? Не может такое, что строки сильно похожи, поэтому они как-нибудь там… Опять же, строки все одинаковые, тут уже, да, даже если они все разные. Может быть такое, что у них вот… Да, вот. Может быть такое, что у них такой общий большой префикс, такой большой вот такой. А здесь такая вот метелка торчит в серединке, вот. Вот, да, вот, собственно, на таких борах, вот, наше, говорит, долго работает. Если вам бор дали в виде бора, прямо вот, сказали, вот на этом боре, по ссылке ссылки, то вот так строить не надо, на самом деле. Надо по-другому и аккуратнее. Так. Что-то я ушел в какие-то глубины и забыл задачу исходную. Давайте к задачи-то вернемся, да? Задача-то была про что? Задача-то была про что? У нас была строчка s, да, и мы искали в ней строки поитая. Вот. Как мы это делаем? Мы идем слева направо, добавляя по одному символу. Каждый раз храним максимальный префикс какой-то строки поитая, который вот мы сейчас видим. Когда нужно понять, что мы остановились? Вот если мы встретили b, a, b вот здесь вот. Да? То вот в этот момент наше состояние, оно где-то вот здесь вот, вот здесь вот. Мы видим, что здесь заканчивается строка b, a, b. Поэтому радуемся, говорим, ура, мы нашли b, a, b. Можно заканчивать. Может ли быть такое, что строка есть, а мы в терминальную такую вершинку не придем? Оказывается, к сожалению, бывают гораздо более веселые ситуации. Когда строчка вроде бы есть, но в ее терминальную вершину мы не дойдем. Давайте. Например, это бывает в таком случае. Давайте здесь нарисуем. Давайте, есть какая-нибудь короткая строка. Давайте, две короткие строки делаем. Какая-нибудь строка. Какая-нибудь b, строка плохая. А еще какая-нибудь a, b, a, b, a тоже плохая. Вот здесь две такие плохие строки. Вот вы идете по вашему тексту и видите какие-нибудь там буквы. Дайте, 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 дайте букву вставлю, чтобы было интереснее жить. a, b, a, b. Вот до сюда дошли. Какое будет ваше текущее состояние тогда? Еще раз. Текущее состояние – это самый большой префикс, который мы видели. Самый большой префикс – это a, b, b. Он больше, чем b, b. Вот такое наше текущее состояние. И в этот момент можно случайно продолбать то, что мы встретили с строком b. Как бы нам где-то не продолбать? Давайте подумаем. Дайте, дайте быстренько нарисую бор. Это не очень сложно для двух строк. a, b, b, a, и здесь b, b. Мы когда делали этот переход, да, вот когда мы делали переход отсюда вот сюда, надо было понять, что вот смотритель – б, b, да. Так. Давайте я быстренько нарисую суббексные ссылочки. Отсюда сюда, отсюда в b, отсюда в b, b, отсюда, а, b, 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 b. Отсюда сюда и отсюда сюда. Так, вот терминальная вершинка здесь, терминальная вершинка здесь. Вот. Да, смотрите. Как нам быстро понять, какие вершинки сделать терминальные? Давайте пометим все те вершинки вбора, в которых мы встретили какую-то плохую строку. Такую. Строчку. Сойдет. Как понять, что в текущем состоянии мы встретили какую-то из плохих строк? Почему строка АББ – это вот такая неприятность? Почему, когда мы встретили АББ, мы обязательно встретили ББ? Как нам быстро это понять? Не по строкам, суффикс должен быть. Если у нашего текущего состояния есть суффикс, который является плохой строкой, тогда мы, когда встретили это состояние, мы встретили эту строку. Если у нашего текущего состояния есть какой-то суффикс, который является одной из строк ПИТ, тогда если мы встречаем эту строчку, мы встречаем и эту строчку тоже. Как нам это быстро понять? Давайте я нарисую, опять же, абстрактно. Вот мы… вот наше текущее состояние… давайте красненьким зависимым. Вот аж текущая строчка какая-то альфа. Нам нужно понять, что у нее есть префикс, ой, суффикс, блин, который является одной из строк ПИТ. Как нам быстро понять, что у альфы есть суффикс, который является одной из строк ПИТ? Ну, очень просто. Мы берем опять же альфу, идем от нее вверх по суффиксным ссылкам, проверяем, что там есть одна из терминальных вершин. Вот возьмем вершинку альфа, пойдем от нее вверх по дереву, альфа. Если мы где-то здесь встретим какой-то ПИТ… да, ну, можно… да, ну, короче, дайте как-нибудь пометим, дайте как-нибудь по-другому пометим, потому что эти совсем терминальные, а эти как-нибудь просто… галочкой помечу просто. Не хочу… можно пометить так же, как этому, просто я не хочу картинку портить. Еще раз. Почему мы пометили? Потому что, если мы дошли до состояния альфа, это значит, что мы встретили символ, и мы вот в конце строки альфа встретили какой-то срочек ПИТ. Вот. Как нам теперь быстро сделать такие пометки? Ну, тоже несложно. Я не могу долго идти. У меня суммарно… от каждой вершины идти до корня по обратным стрелкам будет долго. Давайте, как быстрее. можно и так. Это тоже целый вариант. Можно идти наоборот. Можно взять наоборот строку ПИТ и от нее пойти в другую сторону. Взять все вершины, для которых она является следующей по суффиксным ссылкам, потом зайти по ним вот так вот. Это в целом метод. То есть вот… суффиксные ссылки, они образуют дерево. Немножко нетривиально вот по этой картинке понять. Ну вот, если на этой картинке убрать все, кроме красненьких стрелочек, получится дерево. Немножко запутанное, но это дерево. Его можно также обойти, как обычное дерево. Можно вот стартовать в вершине ПИТ, большие от него по этим вот стрелочкам по обратным и все пометить. Так можно делать. Можно делать немножко проще. Можно как бы пойти по прямым ссылкам. Для этого надо просто… вот мы… возьмем вершинку альфа. Войдем по одной стрелочке. Возьмем суффиксную ссылку от нее. Вот. Посмотрим вот на эту вершинку. Если из этой вершинки достижимая терминальная, тогда мы в ней уже это знаем. У нее стоит пометочка. То есть мы… вот мы будем обходить граф опять же BFS. Вот мы сначала пометим эту вершинку, потом дойдем до этой и эту пометим, а потом дойдем до этой и эту пометим. Вот. Просто обходим в порядке BFS. Смотрим, если наш родитель пометен, то и наш родитель пометен. Вот так можно делать. И это на самом деле то же самое, как обход дерева, только это вот обход вот этого дерева BFS. Вот таким. Ладно, сложно. Так. Успеваем? Не успеваем. Ну нет, за функцией не судьба. Я тебе не влезай за функцией сюда. Просто без шансов. Ладно. Я хотел еще пару задач обсудить. Нет, это не очень важно. Размеры BOR не очень важно. Дайте лучше объяснить, что еще можно сделать с деревом. Ведь мы решили очень тупую задачу, мы проверили, что есть хотя бы одна из строк. Это довольно скучно говорить, да или нет. Хочется какой-то, больше информации хочется узнать. Давайте… Давайте узнаем больше информации. Давайте. Первая задача будет такая. Это все у вас есть в лабе, поэтому как бы надо все проговорить. Первая задача такая. Давайте для каждой строки узнаем, есть она или нет. Раньше просто, как только встретили строку, мы говорим, ага, вот она и заканчиваем работу. Слишком скучно. Давайте вот у нас есть все PIT. Давайте вот для каждого PIT узнать, есть она в нашем тексте или нет. Эта строка есть, эта строка есть, а этой строки нет, а этой строки нет. Вот, вот, вот. Хотим для каждой строки понять, есть она в нашем тексте или нет. Вот такое давайте решим. чему как тупую ну за линию пойдет возьмем какую-то конкретную строку пейты как опять же понять что она встретилась как нам понять что мы в нашем тексте видели строку пейты все смотрим лишнее все лишнее так себе было лишнее вот была строчка с ля 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 вот пускай здесь это была строка пейты внезапно пускай она там была предположим тогда вот когда когда мы дошли до вот до сюда какое у нас было состояние нашего алгоритма кто думаете подводят вот вот пейты но есть в боре но короче чемpay точно не былоンナ стоило ливо по樹 Roth на темной была либо по и т либо к это еще длиннее строко какая то вот такая строка вот нас текущее состояние было какой то вот такая строка такая строка для которой пейты является суффиксом придаем вот к этой картинке вот все строки для которых по это является суффиксом это вот эти вот строки вот это вот под деревом хорошо давайте возьмем и пометим все те состояния которых мы хотя бы раз были давайте пройдемся и пометим все те состояния в которых мы были тогда как нам теперь быстро проверить для каждой нам нужно проверить что вот в поддереве строчки по это есть хотя бы одна помеченная вершинка как нам это быстро сделать тоже так себе задача на дерево смотрите мы сначала запустили алгоритм пометили все эти состояние в трех мы были хотя бы раз пришло нужно сделать нам нужно взять вершину p и посмотреть ее под дерево красненькая проверить что в нем есть хотя бы одна помещенная вершина. Как нам это быстро сделать? Ну, не быстро, как-нибудь сделать. Называется, это динамика, и у меня язык не повернется, но в целом, да. Ну, да. Можно галочки пропихнуть вверх по красным стрелкам просто. Если вершина помечена, тогда, соответственно, все состояния на пути от нее до корня вверх по красным стрелкам, они тоже помечены. Можно так было. Ну, или можно для каждой вершины насчитать, сколько галочек у нее в поддереве. Тоже, короче, можно говорить с динамикой, ну, ладно, какой-то DFS по этому красному дереву. Вот. Мы можем для каждой вершины проверить, видели ли мы его в тексте или нет. Так, ну, давайте еще одно решим. Давайте посчитаем, сколько раз мы видели каждую строку. Вот мы хотим для каждой строки поитое посчитать, сколько раз она встречалась в тексте. Давайте. Это уже сами не сильно усложнение по сравнению с предыдущим. Да. Давайте в каждой вершине вздем счетчик, сколько раз такое состояние было у нас. Тогда вот каждый раз, когда встречается строка поитое, это значит, что мы были в каком-то состоянии, для которого поитое является. Причем эти разные, ну, разные вхождения связывают в разном состоянии. То есть мы вот, если мы вот, если мы несколько раз, несколько раз была строка поитое, вот здесь была какая-то поитое, и здесь еще раз была строка поитое. Значит, мы вот здесь были в каком-то состоянии, которое является вот в поддереве поитое, и здесь еще раз были состоянии, в котором является поддерево поитое. Поэтому вот мы здесь куда-то прибавим единичку, и здесь куда-то еще раз прибавим единичку. То есть каждый раз, когда мы были в состоянии, которого суффиксом является PIT, мы прибавим PIT к PIT-ому единичку. А дальше просто считаем сумму в поддереве, это будет то, что надо. Нормально почти. За функцию не вылезала сюда никак. Зато я хаши рассказал. Я решил, что хаши полезнее, чем за функцию в народном хозяйстве. Но это же правда. Как строить за размер Бора? Примерный план такой. Мы строим за размер Бора, но на самом деле размер Бора умножить на алфавит. За N умножить на алфавит. План такой. Давайте построим массив. Вот построим какой-нибудь массив, какой-нибудь там G от X, C. Это вот G от альфа X. Давайте в наших терминологиях построим массив, который говорит, если я стою в состоянии альфа, и мне пришел символ X, куда я перейду? И этот массив учитывает все эти переходы, которые мы раньше сделали дебильные. Это все подъемы. Вот подъемы, подъемы. Нам нужно подняться, подняться, подняться. Отсюда спуститься по символу X. Вот переход отсюда сюда, это как раз будет. Вот это как раз будет G от альфа X. Просто вот всю вот эту фигню запишем в такой массив. Ну дальше такая динамичка тупенькая. Смотрите, как посчитать переход? Где нарисовать можно? Как посчитать такой переход? Мы хотим от альфа перейти по символу X. Что нам нужно сделать? Если есть вниз переход по X, просто переходим по нему. А если нет перехода по X, тогда берем нашу суффиксную ссылку, вот это вот наша суффиксная ссылка, и делаем от нее переход по X. А теперь как посчитать суффиксные ссылки? Ссылки считаются очень просто. Ссылки считаются так. Вот есть вершинка альфа. Мы хотим в нее поставить суффиксную ссылку. Это делается очень тупо. Смотрите. Возьмем нашего родителя. Вот этого бета. Здесь по символу X. У родителя есть суффиксная ссылка. Знаете, как мы раньше строили суффиксную ссылку? Помните, да? Нет? Мы брали бету, от него переходили по суффиксным ссылкам. Давайте я напомню это вкратце. Да, неважно. Сейчас в альфе строим суффиксную ссылку. Вот берем бету. Как мы раньше строили суффиксную ссылку? Мы брали бету, переходили от нее, пока не находили переход по X. Вот нам нужно вот сюда поставить суффиксную ссылку. Как нам вот это место-то быстро найти? Да, это г от бета. Сейчас. Нет, просто сейчас. А, от бета, к сожалению, да. А бета она сюда пойдет, к сожалению, да. Ответь эту суффиксную ссылку от бета. Вот эта бета. Вот эта суффиксная ссылка от бета, да? И от нее пойти по символу X. Вот это вот будет г от суффиксной ссылки от бета по символу X. И это будет как раз наша суффиксная ссылка. Идем в bfs, теперь параллельно считаем эти два массива. Вот такой массив, такой массив. И окажется, они считаются за вот единицей. Эта штука считается... Да, значит, как же... Я отсюда перешел сюда просто. Вот равно г от суффиксной ссылки по символу X. А эта штука равна... А суффиксная ссылка равна переходу от нашего родителя, от него суффиксной ссылки по символу X. Вот так вот. Оказали, ну... Так и писать несложно, и делать нормально. Ну, не знаю. Ну, в смысле, мы считаем n на сигма значение каждый за вот единиц. Тут никаких вайлов не будет. Просто вот это значение равно вот этому, а суффиксная ссылка равна вот этому. Никаких вайлов даже нет. Ну, типа вот, да. Мы сразу считаем, куда мы придем показать стрелочкам. Для каждого символа мы храним, куда мы придем показать стрелочкам. Мы для каждого символа храним более-менее ближайшее состояние, у которого есть такой переход. Раньше мы его искали каждый раз, а теперь мы просто для каждого символа храним. Вот такая есть, пока. Норм. Норм. В нем будет активно. Помогите .